С 1 апреля этого года изменяется порядок предоставления ежемесячной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. В соответствии с указом президента от 10 марта 2021 года, теперь пособие будет более адресным. Оно зависит от среднедушевого дохода семьи, а также от наличия недвижимости и вкладов. О том, какие семьи могут получать ежемесячную выплату, рассказывает начальник Щелковского управления соцзащиты Жанна Пеняева. Есть несколько общих критериев, по которым семьи имеют право на получение данной выплаты. Дети и родители должны быть гражданами Российской Федерации, прописанными в Московской области. И возраст детей от 3 до 7 лет. Кроме того, среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Московской области. Жанна Пеняева отметила, что в соответствии с введенным порядком предоставления пособия, в нашем регионе этот предельный среднедушевой доход установлен в размере 13 511 рублей. Также выплата может изменяться в зависимости от целого ряда параметров. На сегодняшний день эта выплата производится в размере 50% от прожиточного минимума. В соответствии с новым указом, в зависимости от дохода семьи, выплата может производиться в размере 50%, 75% и 100%. То есть те семьи, чей доход действительно очень низкий, будут получать эту выплату в размере целого прожиточного минимума 13 511 рублей. Оценка того, как много денег имеют в своем распоряжении семьи, это и есть тот критерий, который позволяет сделать выплаты на детей более адресными, направленными на поддержку тех, кто в этом нуждается. Размер выплаты зависит от дохода. То есть мы и сейчас учитываем доходы семей, то есть это заработная плата, пенсия, стипендии. Но планируется в соответствии с новым порядком, который будет утвержден, учитываться также в доход то имущество, которое имеется у семей. То есть это земельные участки, квартиры, автотранспорт. Жанна Пеняева сообщила, что по новым правилам выплата станет доступнее для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также для семей, в которых есть студенты или опекаемые дети. Одновременно вводится такое понятие, как нулевой доход. Это понятие будет учитываться в том случае, когда в семье без веских причин отсутствуют заработанные деньги. Такая семья не сможет претендовать на детские пособия. На сегодняшний день есть семьи, которые по разным причинам не работают родители и не могут представить справки о доходах. Но в этом случае граждане трудоспособного возраста должны стоять в центре занятости для того, чтобы либо получать пособие по безработице, либо искать работу. И что очень важно знать всем, новый порядок оформления пособий на детей от 3 до 7 лет не предполагает необходимости для граждан в предоставлении каких-то дополнительных документов, показывающих в том числе принадлежащее им имущество. Семьям не надо будет предоставлять ни свидетельства о праве на собственность, ни справки о доходах. То есть все эти документы будут запрошены автоматически в результате межведомственного взаимодействия. COVID-19 поставил органы соцподдержки перед необходимостью перевести оформление всех документов в электронный вид. Таким образом, и заявления на пособие для детей следует подавать через портал госуслуг. В случае необходимости оформить выплаты помогут и сотрудники Щелковского окружного управления социальной защиты. Единственное, Жанна Альбертовна попросила нас напомнить жителям, что из-за пандемии коронавируса все консультации ведутся по предварительной записи. Заявку с просьбой о встрече со специалистом можно оставить на сайте управления. Ну а режим работы самого управления социальной защиты строится по графику с понедельника по субботу с 8 до 20.00 без перерыва на обед. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...